Друзья мои, всем привет! Сегодня замечательный день, день всех влюбленных, с чем я, собственно, вас и поздравляю. Я сегодня решила немного принарядиться и даже взяла дополнительный аксессуар в картинку, чтобы вам было праздничней смотреть, особенно если у вас нет настроения. Потому что сегодня мы как раз-таки поговорим про то, как понять, что меня любят и вообще, что скрывает за собой вот это вот слово «любовь», «любить», да, глагол, что на самом деле это все значит. И я очень давно не снимала видео, я так соскучилась по съемкам, вы этого, конечно, не заметили, но я все предыдущие видео снимала еще в середине января и просто их потом загружала, потому что я улетала в отдых, на отпуск отдыхаю, все собрала, в отпуск, на отдых и, в общем, ничего там не снимала. И вот сейчас я полна просто энергии, полна решимости и так готова с вами делиться информацией. Давайте подумаем на тему того, когда у нас вообще возникают вопросы «а любят ли меня?», когда мы не чувствуем, что нас любят. Ну, давайте будем честными. Мы всегда понимаем, когда человек нас любит, а когда человек нас не любит, мы начинаем придумывать какие-то причины, как-то подтягивать какие-то факты за уши, пытаться понять, а может быть он действительно меня любит, а может быть он меня не любит. В общем, что там между нами происходит. Но вот этот вот глагол «любить» у каждого человека по-своему, каждый человек воспринимает это слово по-своему. И сегодня я как раз-таки хочу именно больше дать какой-то конкретики, чтобы вы конкретно понимали, что такое значит «любить». И первая составляющая вот этого вот глагола «любить» — это уважение. Что такое уважение? Уважение — это когда мы считаем другого человека хорошим. Не когда мы его обесцениваем, говорим «ой, да он там лентяй у меня, да он там еще какой-нибудь», а когда мы каким-то его действием, каким-то его поступком, может быть каким-то его характеристикам считаем, что он действительно в этом сверхчеловек, когда мы восхищаемся как человеком. За что можно уважать партнера в отношениях? Можно уважать за то, что он что-то для вас делает, можно уважать за то, как он к вам относится, можно уважать за какие-то его качества, которые он проявляет вообще во внешнем мире, или там, например, по отношению к вам. То есть, может быть, мужчина очень там умный, и вы его уважаете за то, что он очень умный, или девушка там очень вкусно готовит, или она там тоже, может быть, умная, да, развивается, и человека уважают как бы как личность. И, опять же, вы должны понимать, что невозможно просто так кого-то уважать. Уважают всегда за что-то. И самое главное в отношениях, то есть, когда вы тоже кого-то находите, это понимать, за что вы уважаете этого человека, в чем он вам кажется классным. Ну, пусть, может быть, там и не Господом Богом, но очень вас впечатляют какие-то его качества, какие-то его навыки и способности. Вторая составляющая глагола «любить» — это забота. Что такое забота? Забота — это давать человеку то, что ему нужно. Не то, что хочется дать вам, а то, что нужно именно ему. Потому что здесь ошибка очень многих людей, которые склонны впадать в созависимость. Мы думаем, что мы должны дать человеку вот это, вот это и вот это, а по факту ему это не надо. А мы это ему даем, 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 но тебе же надо, вот я тебе забочусь. А ему это не нужно, он это не ценит. А ему нужно, наоборот, совсем другое. И тогда он тоже как бы... Вот понятие любви как таковой, да, оно теряется, потому что человек не получает то, что хочет. И забота — это как раз-таки про то, чтобы давать человеку то, что нужно ему. Если, например, там девушка сидит на диете, а вы ей дарите на 8 марта там коробку конфет или торт или там еще что-то такое, ну, это не про заботу, это про то, что вы как бы сделали какой-то шаблонный ритуал, да, то есть подарили то, что нужно было подарить. Но вы в этот момент абсолютно про нее не думали, и вам было плевать, что она там сидит на диете, что она там себе пытается отказывать в этих удовольствиях, вы ее как бы не поддерживали. То есть это не забота. Третий аспект любви — это доверие. Доверие. Чувствуете ли вы, что вам доверяют? Если да, то хорошо, вы уже на 25% ощущаете эту любовь. Потому что доверие — это такой вот прочный-прочный клей, как для фундамента двух людей, да, то есть они склеиваются друг с другом, и вы с помощью доверия выстраиваете близость эмоциональную, духовную, всяческую, любую, да, когда вы можете говорить человеку все, что вы думаете, все, что вы чувствуете, все, что с вами там происходит. И когда человек это принимает, понимает и не обесценивает, вот это и есть доверие. И скажу сразу, доверие не возникает там, в тех отношениях, где партнер не умеет адекватно воспринимать слова своего партнера. То есть он или начинает в ответ манипулировать, или он потом еще всю оставшуюся жизнь припоминает какие-то там вот эти фразы, да. И поэтому человек начинает врать, потому что он понимает, что если я сейчас скажу правду, это опять будет какой-то вынос мозга, это опять будет какой-то скандал, это опять будет какая-то истерика. Зачем оно мне надо? Лучше я совру и скажу то, что этот человек хочет услышать. Так вот, вот это самый первый шаг, это самый первый звонок, когда отношения просто разрушаются и любовь уходит из этих отношений. И последний такой вот кусочечек маленький, из которого строится любовь, и то, что необходимо просто для того, чтобы понять, что тебя любят, это влечение, влечение интимного характера. Это когда ты понимаешь, что тебя хотят. И вот это вот ощущение, что тебя хотят, ну, все мы его знаем, вот оно также свидетельствует о том, что человек на 25% любит, да, то есть у нас есть 4 пункта, 4 критерия, и на каждый критерий отведем по 25%. Так вот, вот именно сексуальное влечение, оно, ну, как бы характеризует тоже ваши отношения, потому что не бывает любви без влечения. Если у вас брак, в котором у вас нет интимной близости, там, несколько лет, то тут, ну, как бы нет любви, тут есть уважение, забота, доверие, но это все не то, все вместе только, все в совокупности дает вот это ощущение любви, да, настоящей любви, не невротической любви, не какой-то там навязанной, не любви с первого взгляда, вообще, который, кстати, не бывает, ну, о какой любви с первого взгляда может вообще идти речь? Может быть, только влечение с первого взгляда, да, там нет никакого доверия, никакого уважения, может быть, никакой еще заботы нет, просто какое-то попадание в образ идеального партнера, вот что там есть, и, конечно же, влечение, да. Давайте подведем итог. Что значит любить? Как понять, что меня любят? Чувствуете ли вы, что вас уважают? Чувствуете ли вы, что вам доверяют? Чувствуете ли вы, что о вас заботятся? И чувствуете ли вы, что вас хотят? Если да, то я поздравляю, вас действительно любят. Если нет, то, конечно, не расстраивайтесь, потому что вы из любых отношений, вы можете сделать вот это вот идеальные, да, как бы отношения. Если у вас нет там доверия или нет какой-то заботы, то вы можете это все сделать. И как раз-таки это и называется, работает отношениями. Это когда вы садитесь с человеком, начинаете проговаривать, или какими-то другими способами доносите до него информацию о том, как нужно о вас заботиться, и как нужно с вами выстраивать там отношения, диалог, да, или как вы, может быть, будете реагировать на какие-то слова. Может быть, у вас нет доверия, потому что это вы неправильно выстроили отношения, потому что вы неправильно реагируете на правду, да, которую может вам сказать человек, и поэтому он предпочитает врать. Или если у вас там нет правильной заботы, то тогда, скорее всего, может быть, опять же, проблема коммуникации. То есть вы не сообщаете человеку, чего вы хотите, что вам надо, а он, ну, как бы пытается как-то угадать, ну, особо и не старается. А зачем, если и так сойдет? Вот. Если у вас, в принципе, нет отношений, вы одиноки в этот праздник, то не расстраивайтесь, я думаю, что любви в этом мире хватит на всех. Просто начинайте делать что-то по-другому, начинайте больше общаться с мужчинами, да, то есть я вообще очень много рассказываю на своем канале про отношения. И когда вы измените свое поведение, да, свои привычки поведения, свои стереотипы мышления, то тогда и любовь придет к вам. Потому что мы все ходим по одним и тем же сценариям, которые нам навязывают наши мысли в голове. Потому что наши мысли в голове постоянно гоняют одно и то же, одно и то же. И, может быть, там, дня в день разница в наших мыслях, может быть, там, 10%. Да, остальное мы все одно и то же гоняем, гоняем, гоняем. И поэтому и жизнь наша происходит примерно по одному сценарию. Поэтому начинайте действовать, впереди весна, самое активное время. Я вас всех действительно очень верю. И в честь сегодняшнего праздника хочу подарить вам скидку, акцию. Только сегодня вы можете приобрести курс «Люби меня, люби» со скидкой. Ссылка в описании. И это будет действительно самый лучший подарок для тех, у кого не получаются отношения, для тех, у кого все никак не складывается, любви нет, ничего нет. И есть только одна какая-то апатия. Потому что именно на курсе вы поймете свои прошлые ошибки, да. То есть мы вообще разберем всю тему вашего прошлого, и вы просто больше никогда к этому не коснетесь. И вы пойдете вперед с новыми знаниями, с новыми мыслями. И, наконец-таки, поймете, почему другие люди вступают в отношения, и как сделать так, чтобы эти отношения появились у вас. В общем, еще раз всех с праздником, с Днем всех влюбленных. Я вас всех люблю и желаю вам тоже любить и быть любимыми. Пока-пока.